Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. И первая тема – «Господь зовет отрока Самуила». И мы читаем. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечисты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас». О чем это? Это прежде всего о том, что пророческий дух стал покидать землю. Пророков становилось все меньше и меньше. И сам Илий, глаза которого стали смежаться, имеется в виду, что не только физическое, но и духовное зрение этого человека стало ослабевать. Пророки – это очи Господа. Пророки – это Слово Божие. Поэтому, когда смежаются очи у одного пророка, и Слово одного пророка, оно как бы замолкает, Господь всегда посылает другого. Как наши предки говорили, не стоит город без святого и село без праведного. Если один умирает, то Господь воздвигает другого. Как и у пророка Исаии сказано, что если бы Господь Словоов не оставил бы нам остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре, то есть были бы уничтожили, если бы не было остатка святых людей в деятельном состоянии. Собственно говоря, кончина мира наступает тогда, когда полк святых оскудеет, как Христос и говорит, придя на землю, обрящали веру на земле. Итак, было время, когда Илий лежал на своем месте, то есть не сидел, как мы видели его в начале этой книги, а в немощи лежал. Глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. То есть пока Бог не воздвигнет нового пророка, нового главу этого поколения, духовного лидера, или еще как бы продолжает выполнять эти функции. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господне. Самуил тот, который отроком пришел в храм. Но он-то лежал не потому, что он был расслаблен, а потому, что была ночь. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Что значит в храме Господнем? В Селоме было вот это походное святилище, с которым Моисей путешествовал по земле обетованной. И только позже царь Давид перенесет это святилище в Иерусалим, а Соломон построит храм, куда и внесут ковчег завета. И воззвал Господь к Самуилу. И отвечал он, «Вот я». Самуил впервые услышал голос Божий, но он еще не знает голоса Божия. Он думает, что его зовет Илий. Он отвечает, «Вот я». И побежал к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад и ложись». Самуил, читаем далее, еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И далее мы читаем, «И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз». Он встал и пришел к Илию, то есть опять бежит к нему босыми пятками. Я не думаю, что каждый раз он там переодевался. И сказал, «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. Кто еще мог ночью звать отрока по имени Самуил? Иоанн Кассиан в своем собеседовании пишет, «Старшим все нужно открывать без всякого сомнения и неясности». Он как бы хвалит поведение Самуила, что тот три раза бегал за ночь к старцу, или чтобы с ним посоветоваться. Иоанн Кассиан пишет, «Старшим, то есть старцам, все нужно открывать без всякого смятения и неясности, ибо от них можно доверительно получить и исцеление от ран, и образцы поведения и образа жизни. От них, то есть от старцев, мы получим равную поддержку, исходный результат. Если не будем стремиться поступать по собственному разумению и предубеждению». Наконец, совершенно очевидно, что такое понимание в высшей степени угодно Богу, потому что вовсе не случайно такое же наставление мы обнаруживаем и в Священном Писании. Вот Господь не желал сам научить отрока Самуила через божественные слова. Пусть и был он избранником по его Господа велению, однако обязан был дважды возвращаться к старцу. Он возжелал, чтобы тот, кого он, Господь, призвал к общению с собою, был наставлен старцем, несмотря на то, что тот оскорбил Бога, то есть Илий вот из-за своих сыновей был под гневом Божьим, хотя и оставался старцем. Господь захотел, чтобы наиболее достойный быть избранным для него, получил наставление от старца, так, чтобы испытано было смирение того, кто был призван на служение Богу, и молодым людям явлен был пример подчинения старшим. Таким образом, получается, что Самуил, с одной стороны, он не может приписать этот голос, который зовет его Самуил, Самуил обращается к нему, к Господу, потому что считает себя недостойным общением, общением с Богом. С другой стороны, он все переспрашивает у старца, дважды бегая к нему и в третий раз отправляясь к нему. «И сказал Илий Самуилу», то есть старец дает ему наставление, как себя вести, «пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господь, ибо слышит раб твой, и пошел Самуил и лег на месте своем». Конечно, здесь может возникнуть вопрос, а как Илий понял, что именно Господь с ним говорит? Ну да, с одной стороны, там никто особо не мог шуметь, но еще были живы сыновья, или когда человек слышит голос Божий, обращенный к нему, вот этот глаз, он меняет человека. Например, когда Моисей в течение сорока дней пребывал на Святой горе в общении с Богом, когда он пристал пред людьми, он просто светился, свет неизреченный, а струился двумя лучами вверх от его головы. И в этом случае, когда отрок один раз прибежал к старцу, второй раз прибежал к старцу, третий раз прибежал к старцу, или не просто понял, скорее всего, он что-то увидел. Потому что, если Бог с кем-то собеседует, это меняет этого человека. И хотя Самуил еще не начал отвечать на вопрошение Бога, но он уже слышал глаз Бога, и это его уже меняло. И следующая тема рассказывает о том, как Господь открывает себя Самуилу. Здесь мы видим роль старца Ильи в этом деле, а здесь уже прямое действие Бога, когда по слову старца пошел Самуил и лег на месте своем и стал ожидать. И мы читаем. «И пришел Господь и стал и возвал как в тот и другой раз». Что значит «как в тот и в другой раз»? Тот же голос с тем же воздействием. Благодать, свет, глаз, меняющий мир. Ведь Божественное Слово – это творческое Слово. Слово Бога – это не Слово человека. Потому что мы читаем «И сказал Бог, да будет свет и стал свет». Божественное Слово – оно живо и действенно. «И пришел Господь и стал». А что значит «стал»? Что стал? В изголовье и кровати. То есть явил каким-то образом свое присутствие, может быть, неким сиянием, которое возникло на этом месте. и возвал как в тот и другой раз Самуил, Самуил. Вот давайте вспомним правило, мы об этом говорили, когда с вами изучали книгу «Руфь», что если говорится о неком действии какого-то человека, а имя его не называется, то это Божье как бы как бы Божье осуждение этого действия этого человека. Но если Господь называет кого-то по имени, это божественное одобрение, как в Писании называется имя человека, а потом действие. А когда имя удваивается, как Бог обращается к своим угодникам Авраам, Авраам, Моисей, Моисей, а в этом случае «Самуил, Самуил» это особое Божье одобрение этого человека, это как бы характеристика ему, оценка. И сказал Самуил, сказал наученный старцем, который ему уже сказал «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал «Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Он в точности исполняет наставление старца, и Господь начинает собеседовать с ним. «И сказал Господь Самуилу «Вот я сделаю дела в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздавал их». Оказывается, когда родители знают, что дети не чествуют и не обуздывают их, то может быть Божье наказание. Святитель Василий Великий в пространном аскетическом правиле пишет, «Это притворная доброта к закореневшим порокам есть предательство истины, злоумышления против общего блага, приучения к равнодушию в отношении пороков». То есть, когда мы не выговариваем человеку, как бы проявляет доброту, а может быть не надо его обижать, зачем все время ребенка одергивать, это преступная доброта, на самом деле она является злом, поэтому и выговаривается так сурово. И Господь продолжает говорить, «И посему клянусь дому Илья, что вина дома Ильяева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Вот такой был суровый приговор. И давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Там на суде Бога ни один нынешний богач не защитит меня, когда меня будут обвинять и обличать в том, что я не с надлежащей ревностью защищал законы Божии, ибо это и погубило того знаменитого старца, хотя сам он, то есть Ильи, вел безукоризненную жизнь, тем не менее вместе с детьми он претерпел страшное наказание за то, что пренебрег попираемыми законами Божьими. Если же там были такие природные узы, но отец, который не с надлежащей строгостью поступал со своими детьми, подвергся столь тяжкой казни, то какое извинение будем иметь мы, которые, будучи свободны от таких уз, то есть от уз закона, портим все лестью. Действительно, мы льстим нашим детям в надежде, что они все это нормально воспримут и сделают какие-то выводы, но они никаких выводов не делают, раз от раза они становятся грубее и грубее. И далее мы читаем «И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня», то есть была такая его обязанность вставать раньше всех, отворять двери дома Господня, а почему именно такая обязанность ему была дана? А мы уже знаем из контекста, что сыновья Ильи насиловали женщин, которые у входа в храм собирались. Значит, Ильи отменил, чтобы они открывали двери, теперь открывает двери благочестивый человек. Мы читаем далее. «И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня и боялся Самуил объявить видение сие Илью». Он был обязан Илью очень многим. Ильи принял его еще отроком, Ильи воспитал его, и что лучшее было у Ильи перешло к нему. Но Ильи тоже знает, что ночью с ним разговаривал Господь. И мы читаем. «Но Ильи позвал Самуила и сказал, сын мой, Самуил, тот сказал, вот я. И сказал Ильи, что сказано тебе, не скрывай от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе. Или и в нетерпении. Он боится за себя, за своих сыновей, он боится за это святое место. Кстати, больше всего он переживал за ковчег Завета, потому что он умирает тогда, когда узнает, что ковчег Завета захватили филистимляне. И так он заклинает отрока Самуила сказать все, что произошло. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий. Вот какая будет реакция Илия? Помните, когда наказание было Иову многострадальному? Он сказал, Бог дал, Бог взял. А когда нас касается Божье наказание, что мы говорим? И вот когда приговор озвучен для этого старца Илии, как он себя ведет, тогда сказал Илий, Он Господь, что ему угодно, Тода сотворит. Вот именно так мы должны реагировать на Божьи суды, которые могут совершаться в жизни каждого из нас, тем более, что в Писании сказано, что суды Божьи начнутся с народа Божия. Сначала церковь будет подвергнута преследованиям, Господь будет и разоблачать нас в наших кривизнах, а потом уже весь мир. Далее говорится «И возрос Самуил, и Господь был с ним». Но ранее мы уже читали, что он возрос. Как говорится, все выше, выше и выше. Имеется в виду, что он возрастал не только физически, но и духовно. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся». То есть он стал пророком. Возрос как пророк. И каждое слово, которое он говорил как пророк, оно строго исполнялось, все эти предсказания. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуилу достоин быть пророком Господнем». И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. И далее будет рассказываться о той страшной казни, которая произойдет, когда будет война, начата война со стороны филистимлян против израильтян и вместе с этой войной придут суды Божие на дом Илия и на дом его сыновей и наказание будет тяжелое. И этот светильник Илий он угаснет, но как мы уже прочитали, прежде чем его зрение физическое и духовное ослабело, Господь уже воздвиг другого служителя по сердцу своему, ибо, как говорится, святое место пусто не бывает. Пусть позволит позволит astronит ti